Расиф Ибадов служил в Москве во внутренних войсках МВД. Сержант Ибадов принимал участие в охране правопорядка во время проведения саммита и Евровидения. Поэтому не понаслышке знает, что такое антитеррористические мероприятия. Расиф уверен, что металлоискатель – это только часть решения проблемы. То есть даже та же самая женщина, которая зайдет на этот объект, у нее под одеждой может находиться что-то. И что запищит, она откроет сумку, покажет, и человек пройдет спокойно на тот объект. Я думаю, что больше, наверное, всего зависит от человека, который там находится и который охраняет этот объект, от его убедительности. То есть он должен разбираться в людях. В администрации Губкинского вопросы антитеррористической защищенности, в том числе на объектах с массовым пребыванием людей, всегда на контроле. Особое внимание уделяется школам и детским садам. В этом году выделено почти 35 миллионов рублей на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях. На данный момент работы производятся по установке металлодетекторов, рамок, также систем видеонаблюдения, ремонт ограждений производится в школах, садиках. Накануне в администрации города рассмотрели вопрос о функционировании в образовательных учреждениях системы контроля доступа. На данный момент образовательные учреждения все оборудованы такими системами, но они не функционируют, так скажем, полноценно. То есть к этим системам надо подключить программное обеспечение, которое позволит в автоматическом режиме допускать в образовательные учреждения нужных людей и ограничить доступ нежелательно. Наша съемочная группа решила провести эксперимент и проверить, сможет ли металлодетектор обнаружить наш предполагаемый запрещенный предмет. В нашем случае это будет гаечный ключ из легированной стали. Как вы видите, металлодетектор отреагировал, и это неудивительно, ведь гаечный ключ довольно объемный. А теперь давайте попробуем все выложить из карманов и оставить, допустим, одни лишь ключи от квартиры. Даже такой маленький предмет, как ключи, металлодетектор смог обнаружить. Дмитрий Самойленко, Денис Гимб, новости Губкинского.